Здравствуйте! Тема настоящая нашей лекции это признаки приматов. Мы с вами обобщенные достаточно кратко, охарактеризуемые, опишем основные признаки всех представителей данного отряда. Во-первых, возникновение каждого эволюционного таксона сопряжено с переходом жизни животных в какую-то новую экологическую нишу. Новая экологическая ниша характеризуется с точки зрения трех основных параметров. Во-первых, это способ передвижения животных по данной местности, которую они питают. Во-вторых, это способ питания, то есть ответ на вопрос, какие карма они потребляют. И в-третьих, это способ размножения в данной местности. И естественно, в связи с возникновением приматов, у животных произошли некоторые изменения по всем этим трем параметрам. У предков приматов, древних насекомых ядных, если вы помните их строение, то похоже на современного ежика. Приблизительно так. Область обитания приматов, экологическая ниша, это средний, верхний и нижний ярус деревьев. Естественно, мы можем с вами себе представить, что изменяется кардинальный способ передвижения. Если раньше при передвижении по земле у нас позвоночник располагался параллельно плоскости земли и конечности служили как подпорки для передвижения, то теперь позвоночник у нас располагается перпендикулярно земле при лазании по деревьям. И на конечности мы не опираемся, а наоборот на них висим. Соответственно, меняется вся конфигурация позвоночника. Для того, чтобы при таком расположении на дереве держать голову прямо, голова не может быть сильно вытянутой вперед. Поэтому затылочное отверстие было расположено достаточно далеко, оно смещается вперед. Достаточно происходит рано, у первых приматов это уже проявляется. Кроме того, исчезает удлиненная часть черепа, лицевая часть опускается вниз, а мозговая часть поднимается вверх. Лицо становится полностью плоским. Это происходит в том числе и за счет исчезновения сочленения носа и верхней губы. Реналь называется. У первых приматов, полуобезьян, он все еще сохраняется, а впоследствии уже исчезает. Кроме того, для того, чтобы держать голову прямо и иметь возможность свободно ее вращать, возникает в позвоночнике первый изгиб, это шейный изгиб. Эти признаки являются крайне важными в том смысле, что, как бы я хотел еще обратить ваше внимание на то, что, если бы наши предки не залезли на деревья, то мы с вами не смогли бы спуститься с них, встать на две ноги и превратиться в того человека, каким мы сейчас являемся. Во-вторых, для того, чтобы передвигаться по деревьям, нужно кардинально поменять свои конечности. У приматов развиваются руки, то, что мы сейчас называем руками. Что они из себя представляют? Если вы себе вообразите ветви деревьев в джунглях, то они растут в достаточно разных направлениях, причем они еще имеют разную толщину и изгибы в разных местах. Соответственно, возникает необходимость очень прочно и точно захватывать каждую ветку дерева. Поэтому у приматов возникает способность к дифференцированному движению каждым пальцем в отдельности. Собственно, предпосылки данной особенности были еще у древних насекомых ядных. Кроме того, за каждую ветвь дерева нужно захватывать, как я уже говорил, достаточно прочный, и при этом, чтобы пальцы не скользили. Поэтому на концовых фалангах пальцев формируется специфический узор. Называется это дерматоглифический узор, на котором расположены кожные гребешки на подушечках пальцев, за счет чего там имеется большая площадь кожи и большее количество рецепторов. Как мы с вами впоследствии увидим, это сыграло ключевую роль в развитии трудовой деятельности и мелких манипуляций уже у гоминид. С другой стороны, у всех мекопитающих на концовых фалангах пальцах имеются когти. Если раньше это было необходимо, то сейчас, наоборот, когти мешают при передвижении по деревьям. Во-первых, они не защищают вот эти вот мягкие подушечки пальцев, во-вторых, мешают захватываться за ветви деревьев. И поэтому у приматов развиваются плоские ногти. Кроме того, для того, чтобы осуществлять полный и прочный обхват ветки дерева, необходимо, чтобы один палец, или большее количество, ну, естественно, у нас только один, был противопоставлен всем остальным, то есть чтобы можно было делать полный завхват. Поэтому первый палец опускается несколько вниз, первый палец это большой, за счет чего, возможно, оказывается его противопоставление и отведение, противопоставление всем остальным. Далее, для того, чтобы передвигаться с одной ветки на другую, то есть захватывать разные ветви деревьев, нужно иметь очень хорошую подвижность руки. Причем кисть должна двигаться относительно независимо от остальной части руки. И у приматов развивается способность поворачивать кисть руки вверх и вниз. Способность поворачивать кисть руки вверх называется супинация. И наоборот, способность поворачивать кисть руки вниз называется пронация. Ну, термины достаточно сложные, но как запоминают антропологи. Супинация это суп не суп Пронация суп пролив Таким образом нужно запомнить только то, что это поворот кисти руки А вот куда уже понятно Формируется такое достаточно специфическое морфологическое образование Которое носит название рука Кроме того у приматов развивается плечевой пояс Для того чтобы иметь возможность опять же передвигаться по ветвям деревьев И свободно двигать руками У них развивается специфическая косточка Которая носит название ключица За счет этого как раз и держится весь плечевой пояс Кроме того надо обратить внимание на то, что меняется конфигурация нижней конечности На нижние конечности приматы опираются О ветви деревьев, о ствол дерева Поэтому у них развивается стопохождение Стопохождение достаточно редкое приспособление к передвижению Но тем не менее оно опять же сыграло ключевую роль в развитии прямохождения у человека За счет расширения пяточной кости это происходит Это что касается особенностей адаптации к передвижению по визгам деревьев Второй аспект это специфика питания Надо сказать, что в связи с исчезновением ренария Ослабевает обонятельная чувствительность у этих животных Так же как и у современного человека Обонение у нас по сравнению с другими млекопитающими развито достаточно слабо Поэтому возникает необходимость как-то определять пищу Которую мы потребляем, например, того пригодна она или нет Если вы помните, то основным рационом насекомоядных являются Во-первых, собственно насекомые Во-вторых, плоды и фрукты, зерна Поэтому у приматов развивается компенсаторная чувствительность зрения Зрение у них становится цветным И кроме того, за счет того, что лицевая часть черепа воплощается Возникает бинокулярное стереоскопическое зрение То есть приматы могут видеть предметы объемно Это необходимо, во-первых, для передвижения А во-вторых, еще для одной особенности Которая связана вот с чем Представьте себе, мы идентифицируем себя с нашими предками Вы висите на дереве И перед вами на другом дереве, на самом деле очень близко Сидит сочненький, жирненький насекомый Что сделает любое млекопитающее, которое хочет его потребить в пищу? Нужно слезть с дерева, забраться на другое дерево, донести до него рот Оказалось, это делать сложно, но сейчас он так вас там и будет ждать Поэтому гораздо проще протянуть руку и схватить его рукой И эта адаптация, которая оказалась отправной точкой для последствий развития орудийной деятельности Приматам очень помогла, поскольку, во-первых, они стали схватывать пищевой объект рукой А во-вторых, это позволило им не специализировать свои зубы для питания тем или иным кормом Потому что, как вы понимаете, зубы специализируются в соответствии с тем, какой корм употребляют У приматов обработка пищевого объекта осуществлялась в том числе и руками И вот эта конфигурация руки плюс зубы позволила впоследствии, в ходе эволюции, у приматов уменьшать зубы Схватили мы насекомое, надо как-то его обработать Для этого у приматов развивается еще одна способность Это способность сидеть, освобождая руки Единственное животное, которое к данному виду манипуляции способны Поэтому возникает, опять же, прямая поставка позвоночника Еще пару слов хотелось бы сказать о развитии других сенсорных систем Ну, во-первых, что касается вкуса, то он у нас развит достаточно хорошо Кроме того, это касается прежде всего новорожденных детей и младенцев Поскольку у взрослого человека вкусовая чувствительность несколько притупляется Поскольку нет необходимости ее использовать для распознания пригодности пищи И еще одна сенсорная модальность, которая у приматов тоже специфически видоизменилась Это слух Все обликопитающие достаточно хорошо могут распознавать физические параметры какого-то одного звука За счет этого они могут слышать его на большом расстоянии И для этого у них имеются соответствующие морфологические приспособления Это уши, которые сильно выступают за голову И волосы, которые направляют звук внутрь Поэтому частотные параметры, тональный звук, они распознают хорошо Но это, как правило, один какой-то звук А приматам оказалось полезнее гораздо распознавать звукосочетания При передвижении, а также при орудийной деятельности И, кроме того, это позволило им развивать коммуникации Поскольку большинство коммуникаций У них есть два основных вида Это коммуникация за счет фокализации, за счет звука и за счет жестов Но жестовый является более поздней и, собственно, отправной точкой для развития языка А вот фокализация – это информирование всех членов своей группы Например, об опасности Или детеныш может звать свою мать И, как правило, это все звукосочетания То есть из нескольких звуков Поэтому их нужно расчленять и направлять уже в головную мозгу Поэтому у приматов вызываются специфические уши со сложным узором И они не оболошены, не сильно выступают за голову, за черты головы И третий параметр – это особенность адаптации к размножению Размножение у всех млекопитающих регулируется циклами овуляции яйцеклетки у самок Это определяется эстральным циклом То есть циклом продолжительности светового дня И поэтому у крупных млекопитающих Такие циклы наступают один-два раза в год То есть достаточно редко А я напоминаю, что приматы у нас рождают одного детеныша У них качественная стратегия размножения То есть они заботятся о своем потомстве достаточно продолжительно И при этом смертность детеныша у них достаточно низкая Всего около 50% Но и это весьма рискованно То есть если учесть, что мы рождаем одного детеныша С вероятностью 50% он погибнет А потом ждать целого, следующего цикла Полгода или даже больше То, скорее всего, мы с вами бы не возникли В ходе эволюции Современный человек, поскольку все приматы бы вымерли Поэтому природа пошла очень интересным путем Оказалось, что у нас на Земле есть два источника света На которые можно перепрограммировать данный цикл У нас есть еще и Луна А смена фасоны идет гораздо быстрее Поэтому цикл эволюции яйцеклетки у самых приматов Называется не эстральный, а менструальный То есть приблизительно 12 раз в году Это гораздо быстрее Кроме того, для того, чтобы облегчить процесс размножения Приматы достаточно быстро перешли Ну, большая, по крайней мере, их часть видов Перешла к жизни в группу За счет чего находить партнера для спаривания Не представляло никаких трудностей Но здесь возникает другая проблема Проблему с самкой мы решили Возникает проблема с самцом Потому что, как вы представляете, раньше у других млекопитающих Самцы между собой конкурирули за возможность спаривания самок При этом потребность в соответствующие периоды года Размножение было доминирующей у самцов и у самок Поэтому иногда схватки приводили к смерти Но это один раз в год или два раза в год Это означает, что всю остальную часть воды мы можем отдыхать По крайней мере, от этого напряжения А если это каждый день То для самцов это очень напряжно Как вы представляете себе Поэтому у приматов потребность размножения не является доминирующей Она рядоположна ко всем остальным И самцы и самки еще подумают Им покушать или спариться Или поспать Или чем-то еще заняться И кроме того Конкуренция самцов у приматов Никак не влияет на выбор самки Того или иного партнера для спаривания Самка сама решает С кем она хочет спариваться Для этого есть специфическое поведение Оно называется еще у первых приматов Это поведение ухаживания То есть надо не конкурировать с другим самцом Надо ухаживать за этой самкой Чтобы она тебя предпочла У самок же возникает специфическое поведение Которое называется демонстрация Демонстрация своей готовности к спариванию Чтобы все понимали Что ребята, у меня овуляция Соответственно, у самки возникает Так называемая поза подставления Она демонстрирует набухшую половую кожу Для того, чтобы самцы понимали Что ухаживать нужно именно за ней Кроме того У приматов возникает еще специфическое поведение Которое называется взаимный груминг Взаимное обыскивание и очищение кожи Это служит, во-первых, для налаживания Социальных связей групп А во-вторых, как все то же самое ухаживать Таким образом, мы имеем с вами Вот таких вот интересных млекопитающих Число которых принадлежит и современный человек Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!